Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия» в студии Мураджан Кёзов. Развитие туристической отрасли. В своем недавнем послании глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов обозначил задачи на ближайшую перспективу. Он поручил Минтуризму Республики к 1 марта 2024 года разработать мастер-план развития прилегающих территорий к курортам Архыз и Тиберда-Дамбай, создать региональную программу по прорывному развитию туристско-рекреационного комплекса Тиберда-Дамбай, к концу 2024 года возвести в поселке Дамбай новую врачебную амбулаторию, оборудованную в соответствии с современными стандартами и оснащенную техникой для диагностики. Рашид Тимрезов говорил о необходимости системного обучения для экскурсоводов, представителей гостиничного сервиса и индустрии гостеприимства, а также проведения их аттестации. Также глава Республики отметил, что необходимо обеспечить участие предприятий, работающих в сфере туризма и профильных образовательных учреждений в проекте Минпросвещения России «Профессионалитет» с целью подготовки профессиональных кадров, занятых в сфере туризма. Республика вошла в пилотный проект по этому направлению. Особо глава обратил внимание на проведение планомерной паспортизации маршрутов, востребованных у туристов, чтобы предоставить гостям курортов наиболее комфортные условия для отдыха и путешествий, а самое главное – повысить безопасность маршрутов. Вместе с тем поручил более тщательно мониторить качество оказываемых услуг, контролировать соблюдение правил техники безопасности на объектах гостиничной и горнолыжной инфраструктуры. Сегодня в нашей постоянной рубрике «В гостях у Росгвардии» мы расскажем о деятельности отдела вневедомственной охраны по Прикабанскому району управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии. Фатима Даурова побывал у росгвардейцев и вникла в суть их работы. Одной из главных задач, возложенных на сотрудников вневедомственной охраны, является охрана имущества, а также жизни и здоровья граждан. В отличие от сторожей, службы охраны действуют самостоятельно и не находятся в структуре или штате ведомств, которые они охраняют. Поэтому они и называются вневедомственной охраной. Наша работа заключается в охране объектов с помощью технических средств на договорной основе. Объектов юридических лиц, физических лиц. То есть объекты оборудованы техническими средствами охраны. С них поступает тревожное извещение на наш пульт. После чего оператор пульта, дежурный пульта управления, передает сигнал тревоги по радиосвязи группе задержания. После чего группа задержания незаметно выезжает на данный объект и выясняет причину срабатывания той или иной сигнальной тревожной сигнализации. Людмила Негробова вот уже 13-й год. Каждое утро провожает ребят, заступающих на дежурство, и встречает их после тяжелой смены. Она – диспетчер пункта централизованной охраны. Именно к ней в первую очередь поступают сигналы тревоги, на которые она быстро реагирует и направляет группу задержания по нужному адресу. Людмила, как никто другой, понимает сложную специфику работы «Страж правопорядка». Ну, для меня они все, как мои дети. Мне за каждого из них я переживаю. Особенно там, которые вот на дамбе у нас ребята стоят. Я считаю, ну, как сказать, чистое поле. Мало ли кто откуда что нападет или что-то может. И все время мы за них сильно переживаем, за эти объекты. На сегодняшний день в поселке Кавказский под охраной сотрудников ОВО находится 19 объектов юридических лиц и 32 места проживания и хранения имуществ граждан. Договор может заключить любой человек или организация. Росгвардия будет охранять и крупный торговый центр, и маленький ларек, и частные дома, квартиры, и машину, и даже обычного человека. Главное условие – заключить договор на охрану. Вот сегодня по плану проходит учебная тренировка по отработке сигнала тревога на охраняемом объекте. Кадровые сотрудники подбираются по особым требованиям. Они должны обладать стрессоустойчивостью, иметь хорошую физподготовку, уметь быстро принимать решения и профессионально ориентироваться в сложившейся ситуации. Ведь они каждый день патрулируют улицы и стоят на страже правопорядка и имущества граждан. На работе, как и везде, каждый выполняет свои обязанности. Ни по кому вопросов нету. Я работаю в этом отделе 2016 года, и с этого времени у нас, благодаря нашему начальнику, за счет того, что он коллектив нас всегда держит сплоченным, у нас все вопросы решаются внутри коллектива, и даже можно похвастаться, у нас ни одного выговора. За столько лет, я думаю, идти можно похвастаться, только положительные моменты, награждения. И когда рабочий пульс поселка просыпается, к службе уже приступают наряды Росгвардии. Как пройдет их служба, предугадать нельзя. Поэтому правоохранители готовы к любому развитию событий. Закон, порядок, честь – это не пустые слова для сотрудников правоохранительных органов, в которые каждую минуту готовы защищать людей. Хатима Дорова, Алибастана, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 80-летний юбилей отмечает заслуженный деятель науки Карачаева-Черкесии, отличник просвещения СССР, преподаватель на кафедре истории России, кочегул имени Умара Алиева, Султан Исламович Асхаков. Более 50 лет он посвятил образованию и воспитанию нескольких поколений историков. Не оценим его вклад в исследовательской деятельности, касающейся темы депортации карачаевского народа. Подробности расскажет Алихан Лепшоков. Он и сегодня продолжает открывать страницы истории молодому поколению. Более 50 лет Султан Исламович Асхаков отдал исторической науке. Его неутомимая энергия и умение доносить тему всегда находит отклик от студентов. Особенно можно выделить деятельность Султана Асхакова как социолога. За свою трудоемкую исследовательскую работу, проведенную вместе со студентами Северный Кавказ, «Эдническая депортация». Ее последствия глазами очевидцев Султан Исламович был отмечен званием «Заслуженный деятель науки Карачаева-Черкесии». Неутомимый исследователь, очень скрупулезный методист, высокопрофессиональный педагог и, конечно же, организатор. Организатор науки, организатор педагогической деятельности. Более 15 лет руководил одним из важных подразделений нашего университета, историческим факультетом. До этого занимал и партийные должности в университете. И во всех должностях он заслужил авторитет, как коллег, так и студентов. Отличник просвещения СССР, кандидат исторических наук Султан Асхаков, написал множество работ, проведя исследования по теме депортации карачао-балкарского народа. 15 лет проработал деканом исторического факультета Качагу имени Умара Алиева. Автор 15 книг, связанных с исторической наукой и социологией. Он всегда ответственно подходит к преподаванию своего предмета и пользуется большим авторитетом у коллег. Он очень ответственный преподаватель. За многие годы его работы в ВУЗе ни разу он не опоздал на занятия. Ни разу не срывал учебные и аудиторные занятия. Всегда приходит на занятия очень подготовленным преподавателем. Человек, который был одним из основателей общественной организации, Чамагат, он большое внимание уделял вообще проблемам общественным города, карачаевцев и не только карачаевцев. Он по роду деятельности, он как социолог. В 2020 году Качагу принял участие в масштабном проекте «Сетевая электронная библиотека», где преподаватели в ВУЗе выставляли свои научные работы в сети интернет. Важно отметить, что и работы Султана Астакова также были представлены в этом проекте и занимают высокое место по просмотрам пользователями его научных трудов. Среди этого контента лидирующее место вот уже на протяжении двух с половиной лет занимают работы Султана Исламовича Астакова. Особенно его такие работы, как основы научных исследований, справочник социального работника, социальная политика. Сам юбиляр Султана Астаков продолжает работать на кафедре истории России. Не оставляет он и научную деятельность. А сейчас Султан Исламович работает над книгой, посвященной депортации карачао-балкарского народа и планирует издать ее к 80-й годовщине этой трагической даты. 2 ноября в этом году будет 80-летний юбилей приселения карачао-балкарского народа. И я думаю, выпущу книжку «Карачао-балкарский народ. Депортация и реабилитация». По крайней мере, я готовлю такую книгу. История рассказывает о нас самих, считает Султан Исламович. И сегодня он также продолжает искренне служить науке и родному вузу. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск. В самом большом ауле Карачаева Черкесии самое малое количество выпускников. Последний звонок прозвенел для четырех одиннадцатиклассников средней школы аула Козылоктябрь. Выпускной – это праздничный день с ноткой грусти. Нарядные выпускники, родители и учителя собрались в октавом зале для проведения торжественной части вручения аттестатов. На выпускном вечере царит трогательная атмосфера. Ребята понимают, что выйдя из стен праздничного зала, они станут совсем другими людьми. С наподственными словами к выпускникам обратился директор школы Руслан Аджиев. Он пожелал не бояться жизненных преград, быть всегда здоровыми. Также поблагодарил родителей выпускников. В дальнейшем выпускницы средней школы будут помогать людям. Они станут врачами. Мне очень нравится эта профессия. Хочу помогать людям. И грустно, и в то же время весело. Прощаться со своими учителями. Столько лет учиться и в один миг попрощаться. Думаю, мы часто будем видеться, собираться с классом. Мне хочется стать врачом и помогать людям. Я очень рада и очень буду скучать по этой теме и по всему, что было со мной в эти годы. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго! Продолжение следует...